Считается, что крещенская вода не портится, исцеляет болезни, придает силы и утешение. О том, как верующие готовились к купаниям в Мирненском районе, расскажут мои коллеги из Алмазного края. Расчищают площадку от снега, режут лед. Так в Айхале готовились к крещенским купаниям. Для верующих купель построили в привычном месте на реке Саксолог, где они в ночь с 18 на 19 ноября смогут окунуться в священной воде Иордани. Там уже установили палатки для переодевания и обогрева. Искупавшихся угостят горячим чаем. Для тех, у кого нет своего автотранспорта, будет организовано движение автобусов. Готова крещенская купель и в Ленске. Прежде чем приступить к подготовке проруби, гидрологи замерили толщину льда. В прошлом году на 10 января толщина льда составляла здесь в районе города Ленска 65 сантиметров. На сегодняшний день, на 10 января, толщина льда составляет порядка 85 сантиметров, что больше на 20 сантиметров. Врачи предупреждают, испытание экстремальной температуры может выдержать не каждый. Купанием необходимо готовиться заранее. К моржеванию готовиться до 5 лет, чтобы стать профессиональным. А любители, вот эти разовые купания, крещение это разовое купание, правильно? И это стресс для организма, как считаем мы медики. Вполне здоровых людей у нас нету. У каждой имеется заболевание сердечно-сосудистой системы, или мочеполовой сферы, инфекции какие-либо. Даже вполне здоровый человек, не подготовившись, испытает стресс. Церковь напоминает, что купание в проруби – это не церковный обряд, а народная традиция, которую она поддерживает. И совсем не обязательно каждому погружаться в ледяную воду. К огромному сожалению, у нас в городе Мирном был печальный инцидент, и печальный случай, если не ошибаюсь, 3 года назад, когда прямо на проруби человек, у которого как раз были заболевания, связанные с сердцем, погрузился в прорубь, и после этого, к огромному сожалению, сердце у человека остановилось. Если вы все же решили окунуться в ледяную воду, запаситесь махровым полотенцем, купальником, резиновыми тапочками и, конечно же, термосом с горячим чаем. Самое главное – соблюдайте правила безопасности, находясь возле проруби. На все время проведения купаний будут дежурить работники МЧС и бригады скорой помощи. В Мирном наузере Чонал-Ир прорубь тоже готова. Как и во всем регионе, здесь крещенские купания в священной воде начнутся 18 января в 9 вечера после праздничного молебна. Елизавета Кочетова, Ирина Балкова, Оксана Еврасова и Олеся Васева. Телеканал «Алмазный край». Телеканал «Алмазный край»